Депутат Народного Хурала Я думаю, что Зариктоца Бегмитова, я его знаю хорошо, в прошлом четвертом созыве он был заместителем председателя комитета по земельным вопросам. По сути дела, что могу сказать, второй претендент, который Аюшеев, бывший глава Закаменского района, в сути дела главы являются носителями некого такого образа Республики Бурятия, только в несколько уменьшенном виде. То есть у них свои маленькие парламенты, это депутаты муниципальных образований, у них своя исполнительная власть, они сами формируют бюджет, они его принимают, они тратят, и даже некоторые налоги находятся в их компетенции. Поэтому, на мой взгляд, это наиболее подготовленное, если он стал депутатом Народного Хурала. Поэтому, что могу сказать, Цибигмитов выиграл и выиграл только благодаря тому, что с прошлого созыва у него хорошие взаимоотношения сложились с другими депутатами Народного Хурала. То есть его просто лучше знают. Я считаю, что в должности председателя комитета по бюджету, налогам и финансам, конечно, должен был человек, который все-таки эту финансовую систему, по крайней мере ее устои, бюджетный кодекс и так далее, должен был знать изнутри. А что касается выборов вице-спикера, то здесь, почему опять такие трудности, почему снова затягиваются, почему потребовалось снова назначить голосование, почему с первыми двумя кандидатами не определились, у нас там был Ирильдеев и Гармаев, почему у нас вдруг появилась еще персона Калмыкова? Потому что, по сути дела, смотрят на эти события и у каждого приходит аппетит во время еды. То есть, а почему бы мне не избраться? На мой взгляд, должности вице-спикеров Народного Хурала, они вообще Народному Хуралу не нужны. Это абсолютно ненужные, пустые, не несущие в себе никакой функции, только как сидеть в президиуме целый день, сидит спикер, и сбоку от него сидят два вице-спикера. Эпизодически спикер встал, пошел в туалет, он передает право управления какому-то из вице-спикеров, какому, кому он сам захочет, может быть по очереди. Больше ничего в их принципиальных функциях законодательных я не вижу. Но, тем не менее, такая борьба развернулась. Поэтому их надо было вообще сократить и не мучиться с ними. А то, что развернулось, ну, конечно, святое место пусто не бывает. Вот она и есть цель, почему бы на него и не избираться. Но, на мой взгляд, и я не знаю, как все получится, но я думаю, что, наверное, вице-спикером, скорее всего, станет Калмыков. Спасибо вам за ваше мнение, за нашу беседу. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня был экс-депутат Народного Хурала Игорь Бабков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова